Здравствуйте, друзья! Написал мне вопрос с интервью один из выпускников, и так как-то вот засомневался он, как правильно ответить. Вопрос этот ему задали на интервью в компании Apple. И спросили так. Это контракторская позиция. Ему говорят, представьте себе, что вы работаете у нас как консультант в течение пяти лет. И в течение этих пяти лет вас не повышают в зарплате, и вам не предлагают перейти на постоянную позицию. Такая довольно гипотетическая ситуация, но тем не менее. И вот говорят, как вы поступите в этой ситуации? Ну, то есть он мог бы сказать, так я и через год уйду, например, такой нормальный ответ. Другой ответ, например, сейчас я думаю, что такое еще можно было сказать. Ну, конечно, можно сказать, что у вас такая компания, я готов работать всю жизнь там за бесплатно, понимаете? И так далее. И можно сказать, а я заслужу, я буду стараться. Много чего можно сказать. Но я вспоминаю другую ситуацию. Было это много лет назад. Не помню уже в какой компании. Два наших выпускника пришли, но они уже с опытом были. Не, не с улицы. И одному говорят, ты знаешь, у нас позиция откроется реально через месяц. Вот мы, в принципе, можем с тобой договориться сейчас. И ты начнешь через месяц. Ты согласен? И вот было два выпускника. Один выпускник говорит, конечно, согласен. То есть он согласен месяц не работать, чтобы их подождать. А другой, значит, выпускник говорит, да вы что, говорит, ребята, издеваетесь, что ли? Когда же я буду вас там ждать? У меня дела всякие, работы, я не могу. Так, просто в глаза рассмеялся. Угадайте, кого взяли на работу. Ну, кому предложили, так скажем. Предложили тому, который рассмеялся. Человек, который готов был месяц ждать не работать там ради этого дела, им не понравился. Так вот, к чему я говорю. Здесь то же самое, на самом деле. Логика такая, что, ну, что это за человек такой, если он, значит, готов пять лет в таком выниженном состоянии находиться. Это что-то с ним такое не так. Это довольно понятная история. Вопрос все-таки, ну, а как ответить нормально, как ответить грамотно? И с учетом того, что человек, на самом деле, только в начале своей карьеры, там, когда синеры идут, там другой уровень интереса у людей. Но когда ты в начале своей карьеры, я говорю, я бы ответил так, да, вот, в целях ответа на этот вопрос. А вы, друзья, уже давайте свои предложения. Я, собственно, я вам не навязываю, а я, наоборот, вас провоцирую на то, чтобы поделиться. Значит, я бы ответил так, на данном этапе, вот, моей, как бы, профессиональной карьеры, для меня главный приоритет, это профессиональный рост. Не, вот, не то, что вы спросили деньги, и не то, что вы спросили постоянная позиция. Это для меня не так важно. Для меня важно, расту я или нет. И, вот, я понимаю мир так, что если я расту профессионально, если я могу делать все более сложную работу, и квалификация моя растет, то это именно то и есть, к чему прилагается все остальное. И деньги, и востребованность, и постоянная позиция, и бенефиты, и уважение, и там, и все, что еще есть, вот оно все приложится. Вот я это так понимаю. Все, вот это мой ответ. Для начинающего, или так, относительно начинающего, это очень классно. Все люди любят, когда ты стремишься к повышению квалификации. Вот хлебом не корми, дай им человека, который стремится к повышению квалификации. Так что, вот, мой ответ такой, а ваш, друзья, мы ожидаем все вместе в комментариях под этим видео, потому что, я думаю, что будет много занятного и поучительного в ваших комментариях. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова